Всем привет, с вами Сергей Трофимов, а мы летим домой. Мы еще пока не летим, мы только идем смотреть веково. Вот, будем дома скоро, будем много кушать и пить кофе. Тут есть такая тетя Ганста Рэп, я ее позже засниму. Она прям вообще барыжит просто, мне кажется, всем подряд. Держит точку, это она здесь главная в аэропорту, а не директор. Я очень хочу спать. Короче, у нас рейс задержали около 8-9 часов до Якутии. Мы будем сейчас бичевать где-нибудь, сдавать сумки. Я буду ругаться сейчас. Я сейчас буду тоже ругаться, потому что я собиралась отмечать свой день рождения. Пользуйтесь якутскими авиалиниями. Ага, и вообще не пользуйтесь, вообще не летайте никогда никуда, сидите дома. Дома лучше, дома все есть. Тут нет никого, у нас нет денег, кстати. Ну короче, вон Сережа катит у нас чемоданы наши, и Юля тут с сумками. В общем, короче, ребят, пожелайте нам удачи. Просто одна сплошная жопа. Всех любим, целуем, ждите нас. Все страшно, все очень плохо. Я не могла долго, потому что это какая-то государственная тайна. А я ее сняла. И возможно, меня теперь закроют. Короче, мы решили заказать себе пиво за 290 рублей. Почему мажоры просто? Мы решили отдохнуть. И все. Люблю тебя, Якутия, просто. Якутия, forever alone, Якутия. Мы просто отмечаем мою оборудование. Да, до сих пор и мою. Уже прошло 3 часа, мы очень встали. Нас пригласили, а, 4 часа прошло, мы уже поспали на лавочках. Пригласили в чашку кофе. Короче, нас сказали, что сейчас покормят. Наша авиалиния заботится о нас, приносит свои извинения за задержку. Вот так волнуется за нас, что нас вообще пригласили куда-то. Да, теперь нам придется идти туда куда-то вот в еб... В кафе, блять, чтобы поесть. 300 или 400 или 500 даже рублей потратил, чтобы просто тупо съесть один хутдок за 150 рублей, выбить пиво за 290 рублей и одну колу за 50 рублей. Фанту. Фанту, точнее, ладно, пардон. Все, короче, ребята, никогда не метайте на вас. Нет, никогда не метайте на авиалинии Якутия. Не живите в нервной просто. Авиалиния заботится о нас, но все-таки в то же время и нет. Она вообще нас ненавидит, трочит нас, кончитель нас назовет. Почему пришли, вот, походу еду будут выдавать вот так. Теперь Силис знает правду о якутских авиалиниях. Короче, мы взяли... Можно сказать, что это такое? Бумажка. Короче, мы взяли поесть на 350 рублей каждому. У нас было 700, мы даже еще взяли бутылку полу. Может, у нас была сдача, можно? Короче, сейчас будем с Юлей кушать. Юля как будто с похмелья говорит. Это ужас. Может, потому что мы пиво выпили? Нет, не за этого. Вот, ладно, мы будем кушать. Желательно приятного аппетита. Мне кажется, что это видео наберет хит просто. Потому что, мне кажется, люди все пользуются. Большинство людей летали на якутских авиалиниях. Понимают. И все понимают у нас, как не знаю кто просто. Ваше здоровье. Ваше здоровье просто, люди просто. Дай бог тем людям, кто пережил якутские авиалинии. Мы с вами, ребят. Мы сейчас самые пострадальцы. Ой, вообще, спать охота. Спать охота безумно. С восьми часов здесь. Так, чтобы все сказать, время уже второй час. А я с восьми утра здесь. И еще здесь за шестином сидеть, грубо говоря. Ну да, до пяти где-то. Если еще ничего не отложат. Люблю очень сильные якутские авиалинии. Зато жрем на халяву. Зато жрем на халяву, да. Короче, нас были теперь 19 во сколько? 19.00 местного времени. Еще на три часа отложили. Убить, говорю. Я люблю наши якутские авиалинии. Это самый ужасный день в моей жизни. Вчера мне было 18 лет. И я думала, что спраздную день рождения сегодня. Дома, с родителями, со всеми. Ну, из-за того, что я родилась в Якутии. Знаете, раньше я этому гордилась. Но сейчас я понимаю, что это полное дно. Ибо наш рейс Якутия. Держала на восемь часов. Именно восемь часов мы сидим просто в аэропорту. Нас еще подорочили, кстати говоря. Они постоянно говорили, что где-то через три часа вылез. Через три часа вылез. Ну, мы такие наготовили. Ладно, еще немножко посидим. В общем, его не так дотянуло, что только в семь часов вечера мы улетаем. Мы должны были улететь в одиннадцать утра. Идет какой же? Седьмой, шестой час того, как мы проходим его в аэропорту. Мы смотрим на наш туся. Может быть, был блог с этого, я не знаю. Или какое-нибудь просто веселое видео. Может быть, очень классно. Судяга вон перед бочиной. Вот видите, мы тут такие счастливые. А сегодня я вон там рожаю. Сейчас мы безумно счастливы. Уже мало времени осталось. Надеюсь, уже скоро сняли. Шли третьи сутки в аэропорту. Ужас какой-то. Мы ели уже пять дней, да. Третьи сутки не ели пять дней, да. Мы посидели просто тут с самого утра. С восьми утра и до восьми вечера. Это просто что-то счет. Мы сидим за туском. А как развлекаетесь вы? Самая лучшая ваша трата времени? Сидеть в аэропорту и ждать авиалинии. Ой, вообще... Якутск ты говно. Может, здесь останемся? Якутск говно. Москва. Зым. Я люблю Якутию. Я тоже люблю, но они ее компания. Можно уехать из Якутии, но Якутия не уедет из тебя. Внимание к середине встречающих. В аэропорту Мачеву прибудутся на летрейсинг 300. Из Нижневартовска. Встречающих... Даже из Нижневартовска. Откуда угодно просто. Только идем. Мы еще немножко живы, так что... Так что встречайте. Время ночи. Это жопа. Я хочу сказать, что... Я уже не знаю, что такое сон. Я уже... Нервы сдают просто. Это какой-то весь предел. Я уже не могу, ребята. И вот так каждый раз. Да не пошел ли ты на... Вообщем, когда-нибудь мы вернемся в Верегу. Но это будет не сегодня, этот факт. Да! Нет, мальчик. Мальчик, что ты здесь делаешь? Мальчик. Простите, тетя. Хм, неunuо. Хм, неуо. Хм, неуо. Хм, неуо! И мусора. И мусора, оху, неуо, оху, неуо. Едем так как ехали. Даже к куни-то... Если ты сходишь с ума, помни, помни меня, помни, помни Здесь все люди такие серьезные, а я как придурок, как всегда, снимаю свои упоротые видео Снимают видео Сюрка, кошмар Короче, мы едем, наконец-то уже у нас регистрация Уже прошло очень много времени, на улице темнота, мы вообще грустные Нет, я веселый Ну, я немножко И немножко веселый Все, наконец, вот они, доголоженные билетики Ура! Летим домой! Мы с Юлей встречаем людей Здравствуйте Там нас еще не пускают, но зато мы всех встречаем Здравствуйте Короче, после того, когда мы понадеялись, что мы сейчас уже взлетим Рейс опять, короче, убрали с табло И вообще, опять Юля уже плачет почти Опять еще, походу, сидим до неизвестного поры времени Это победа просто, ребят Или что ты скажешь по этому поводу? Это просто без комментариев уже Все просто очень плохо Короче, мы уже сели в холодный автобус Мы курим колено Просто всего, вся задержка была, и так мало народу Идея очень мало Вот Мы скоро полетим! И Юля уже счастливее, я смотрю Просто без комментариев Все, мы с Юлей наконец-то сели Поздравьте нас Поздравьте нас Мы молодцы, мы справились Время? Сколько времени? Давайте посчитаем этот момент У меня здесь не рюмлинское Какой не рюмлинское? Подожди, я сейчас скажу, сколько времени Девятнадцать тридцать четыре Новосибирского времени Жопа! Ну и все, зато мы через три часа будем уже дома Три с половиной Все, до встречи всем! Подписываемся, ставим лайки С вами были Юля Терпеливая Люба и Тебеливый Сергей Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Юля Пожалуйста, полагайтесь и занимайте места Указаны в ваших посадочных талонах Для удобства из селёной запускности полёта Ваши вещи должны находиться в багажном полке Или предъявление передней стоящего кресла Не оставляйте ручную пласть Проходах аварийных Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот мы идём в аэропорт Мы приехали домой Гараж какой-то Да, у нас нет автобусов там Мы просто выходим пешком с самолёта И вот идём вот так в аэропорт мы сейчас будем сюлька прощаться разъезжаться собирать чемоданы с вами был сергей трофимов подписывайтесь ставьте лайки рассказывайте друзьям и всем пока